Если среди своих друзей, знакомых или, может быть, даже близких людей вы обнаружили людей с психопатическими чертами, то давайте обсудим, чего не стоит делать при общении с таким людьми. Я продолжаю серию видео про расстройство личности. Хочу напомнить, что расстройство личности – это состояние между патологией и нормой. То есть расстройство личности – это патологически болезненно изменённый характер, а не психическое заболевание. И сегодня мы поговорим о психопатах. Сразу хочу сказать, что психопаты – это те люди, которые хорошо тестируют реальность. У них нет бредовых идей галлюцинаций, в отличие от людей с психическими заболеваниями. При этом они часто бывают очень рациональны, у них может быть высокий IQ и высокий интеллект. То есть психопат – это не больной человек, но его патология характера настолько тяжела, что находиться с ним другому человеку практически невозможно. Это словно какой-то ад. Хотя сам психопат от этого может и не страдать. Вначале я рекомендую вам посмотреть моё прошлое видео про социопатов по этой ссылке. Почему? Потому что сейчас нет такого понятия, как социопат и психопат. Это устаревшие понятия. И то, и то сейчас относятся к антисоциальному или дисоциальному расстройству личности. Между социопатом и психопатом много общего, что и вы увидите в видео про социопата. Но есть и серьёзные отличия между психопатом и социопатом, о которых мы и поговорим в этом видео детально. Будущих психопатов видно уже в детстве. Им будет свойственно даже в детском возрасте такое поведение, как ложь, воровство, прогулы уроков, нарушение школьной дисциплины, насилие над животными и сверстниками, ранняя половая жизнь, уходы из дома. И это может быть даже в семьях с хорошим, нормальным воспитанием. Даже там ребёнок-психопат будет доставлять хлопоты своим родителям. И своим правильным, хорошим воспитанием можно сделать психопата более адаптированного к социуму. То есть, чтобы он не нарушал законы, чтобы он не убивал, чтобы он не насиловал. Но своим воспитанием изменить его характер практически невозможно. Потому что психопатами в большинстве случаев не становятся, а рождаются. И в одной семье может быть несколько детей обычные и один ребёнок-психопат. Дело в том, что у психопатов наблюдается дисфункция и патология лобных и височных долей коры головного мозга, а также в амингдале в лимбической системе. Даже на МРТ можно будет заметить дефицит импульсов в лобных и височных долях коры головного мозга. Помимо этого, у психопатов очень высокий болевой порог, в силу особенности развития их вегетативной нервной системы. Наша вегетатика, она реагирует на наши эмоции. А так как у психопатов эмоциональный центр менее развит, то и болевой порог у них очень высокий. И вообще чувствительность к чужим эмоциям и чувствительность к каким-либо эмоциям у них очень и очень снижена. Самое важное, что вам нужно понять про психопатов, это то, что они никогда не испытывают таких эмоций, как сопереживание, сочувствие, эмпатия и эмоциональная привязанность. Они могут пытать свою жертву с таким же хладнокровием и бесчувствием, как мы с вами будем просто резать стейк мясной на разделочной доске. Самое страшное, это психопат с садистическими наклонностями. Мне даже не хочется перечислять те ужасные вещи, которые может творить человек, оставаясь при этом вменяемым и тестирующим реальность, то есть не являясь психически больным, а лишь имея расстройство личности. Также помните о том, что психопату не свойственны практически вообще такие чувства, как любовь, печаль, сочувствие, радость. А для него такие понятия, как любовь и стул, это примерно что-то одинаковое. И даже чувство страха за свою жизнь он практически не испытывает. Именно поэтому психопаты могут мастерски обмануть специалиста-полиграфолога на детекторе лжи, потому что их вегетативная нервная система будет практически не реагировать на даже самые каверзные вопросы полиграфолога. Даже их агрессивность будет холодная, они легко могут взять под контроль свой гнев и ярость, в отличие, кстати, от социопатов, которые в порыве гнева могут совершить очень необдуманные поступки. Психопаты будут чувствовать себя комфортно в боевых действиях, там, где нужно выживать и где нужно проявить свое хладнокровие. Кстати, многие социально адаптированные психопаты могут стать очень хорошими военными спортсменами и хирургами. Привязанность, например, кошки или собаки, а на минуточку это все-таки хищники, вот привязанность таких животных к человеку будет значительно выше, чем привязанность психопата к другому человеку. Например, социопат может быть привязан к домашнему животному, к кошке или собаке. Психопат, он вообще не привязывается никому. Психопат это такой внутривидовой хищник, это рептилия, это такая змея в человеческой оболочке, кобра, которая хладнокровно, очень рассудительно, спокойно охотится за ресурсами другого человека. И отношение психопата к своей жертве может очень точно характеризовать цитаты из басни Крылова, где волк говорит овечке, что «ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать». Давайте сейчас коротко пройдемся по основным признакам психопатов. Но важно понимать, что все перечисленные мной признаки обладают двумя очень важными свойствами. Первое – это тотальность проявления. То есть невозможно быть психопатом дома и не быть психопатом на работе. Второе – это стабильность проявления на протяжении всей жизни. Психопат – это не какое-то временное заболевание, это особенность строения личности человека. Итак, самое важное, самая главная внешняя отличительная особенность психопата – это холодные, пустые, бесчувственные глаза, как у рептилий или как у биоподобного, у человека подобного робота. При этом человек может шутить, как-то веселиться, поддерживать беседу, что-то рассказывать, но глаза его будут пустые и безжизненные. Кстати, эти люди очень любят также смотреть глаза в глаза, словно вглядываясь в вас, чтобы как бы понять, а что вы сейчас чувствуете. Как вы знаете, для них чувство – это что-то непознанное, что-то непонятное, потому что они не испытывают эмоций. И таким образом они пытаются как бы умом понять, а что вы сейчас испытываете и как на это правильно отреагировать. Умом, а не сердце. Следующий признак – это крайне высокий эгоцентризм. Люди для них – это либо вещи, либо ресурсы. Жертва должна принадлежать психопату полностью, от и до, либо моя, либо ничья. Кстати, именно психопаты – это те люди, которые могут хладнокровно убить человека за то, что он перестал с ним общаться или вышел из общения с ним. Следующая особенность – это отсутствие эмпатии и эмоциональной привязанности в силу патологии развития мозга. Далее – это манипулятивность. Эти люди – профессиональные манипуляторы, профессиональные лжецы. И даже не пытайтесь ими манипулировать, потому что у них нет эмоций и чувств, а манипуляции, как правило, действуют именно за счет вызывания каких-то эмоций, и с ними это невозможно. Кстати, посмотрите мое видео по этой ссылке, как правильно реагировать на манипуляции, и как правильно ответить манипулятору, если он использует с вами такие приемы. Следующее – лживость. Психопаты, как я уже говорил выше, профессиональные лжецы. Они могут легко обмануть эксперта-полиграфолога, даже не моргнув глазом. И если для здоровой психики обмануть кого-то чаще всего цель является получить какую-то выгоду или обезопасить себя, то психопат лжет просто потому, что ему это нравится. Возможно, вы даже замечали, у психопатов иногда возникает такая нездоровая улыбка перед тем, как обмануть, как бы предвкушая то, что он сейчас будет обманывать. Далее – агрессивность. У психопата словно есть убеждение – будь агрессором, либо станешь жертвой. Или бей первым, нападай первым, иначе нападут на тебя. Следующее – это безответственность. Безответственность в разных сферах, например, в финансовой сфере. Психопат не может долго выдерживать финансовые обязательства. Следующее – холоднокровие. Понаблюдайте за тем, как психопат будет смотреть сцены насилия или ужаса в фильмах. Он может это делать очень хладнокровно, очень спокойно разговаривать с вами и поедать свой обед, не испытывая никаких эмоций. Следующее – склонность к риску. Психопаты практически не испытывают страха смерти, как я уже говорил, но помимо этого их не заботит их собственная жизнь и жизнь окружающих. Чаще всего это проявляется в агрессивной, импульсивной езде за рулем. И завершающий пункт – это полное отсутствие чувства вины и сожаления. Им неизвестно, что такое совесть. Итак, если среди своих друзей, знакомых или, может быть, даже близких людей вы обнаружили людей с психопатическими чертами, то давайте обсудим, чего не стоит делать при общении с таким людьми. Не стоит думать о том, что вы переделаете или как-то исправите психопата. На данный момент люди с антисоциальным расстройством личности не поддаются лечению, и их поведение практически никак не корректируется. Второе. Не стоит недооценивать их угроз. Если психопат вам угрожает, то это серьезно, потому что это именно те люди, которые могут вынашивать план мести в течение 20-30 лет, например, в тюрьме, и потом его реализовать в точности с тем, как они запланировали. Третье. Чего уж точно не стоит делать, это конфликтовать с психопатом. Потому что в конфликте психопат чувствует себя, как рыба в воде, а его хладнокровие поможет ему психологически вас уничтожить или, возможно, даже физически. Четвертое. Не стоит угрожать психопату. Помните, что психопат не испытывает страха, и ваши угрозы для него ничто, но он очень хорошо и рационально мыслит. И если он почувствует, что вы – это источник реальной угрозы, то он решит вас психологически или даже физически уничтожить. Пятое. Не стоит делиться с психопатом всем своим внутренним миром, показывать свои эмоции, быть открытым. Потому что психопаты – это очень серьезные профессиональные манипуляторы. И чем больше информации о вас и о ваших близких он обладает, тем искуснее он может плести интриги, манипулировать и шантажировать вас с целью получить ваши ресурсы. Ну и завершающее. Шестое. Чего уж точно не стоит делать с психопатом – это ждать, анализировать и думать, в силу какой детской травмы этот человек себя ведет таким образом. Как-то оправдывать его и заниматься самокопанием в себе или думать, что я такого делаю, что человек ведет себя со мной именно так. Запомните! Чем дольше вы находитесь в контакте с психопатом, тем сильнее вот эти его деструктивные паттерны поведения замещают вашу личность. И для вас уже становится вот это такой псевдо-нормой. И построить отношения со здоровой личностью становится уже невозможным, потому что нормой становится вот такое психопатическое деструктивное поведение. Ну и главный совет, который я могу сделать, если вы обнаружили, что вы живете или находитесь в контакте с психопатом – Это максимально минимизируйте общение с ним, потому что это тот человек, который представляет реальную физическую угрозу для вас. С вами был психолог Константин Никулин. Ставьте лайк этому видео, делитесь с тем человеком, кому это важно, потому что именно это видео, возможно, спасет чью-то жизнь. А также подписывайтесь на мои соцсети, пишите свои комментарии и до встречи в новом видео.